Первый вопрос тоже, который я всегда задаю. Где у нас находится язык в нашем стандартном положении? В положении покоя. Где у нас находится язык? Это вопрос. Вверху. Так, вверху. Какие-то еще есть? Или посередине? Все правильно, язык находится вверху. У нормального человека он находится вверху. Когда мы делаем вдох, так как язык все-таки он прикреплен не к верхней, а не к верхней у него, а прикреплен к нижней челюсти, то, соответственно, когда мы делаем вдох, язык опускается вниз, что дает возможность нам сделать вдох, и наш кадык уже опускается вниз. То есть при моменте взятия вдоха спинка языка опускается вниз, полостью язык опускается вниз, и кадык опускается вниз. Как только происходит, мы взяли жидок, все это поднимается обратно, и язык поднимается к нему для того, чтобы воздух быстро не выходил. Когда мы играем на руковом инструменте, нужно добиться того, чтобы коды были все время внизу, чтобы труба была открыта, а язык был управляющий, то есть научиться контролировать язык. Момент такой не из простых тоже, но это возможно. Делается это и в занятиях, есть упражнения для того, чтобы добиться контроля языка, и, конечно, такой, если ты хочешь правильно, хорошо играть на инструменте, то, конечно, момент такой самоизучения, он сильно привлекает к выживанию, то есть ты должен изучать мышцы своего лица, изучать мышцы языка, это делается перед зеркалом. То есть мы прям, я провожу занятия, где мы прям тренируемся, улыбаться, растягивать, вперед, назад, потому что не всегда человек это может делать, особенно ребенок, не всегда контролирует, в общем, ну, мимику своего лица. И для того, чтобы это делать правильно, нам нужно этим конкретно заниматься и к этому приходить. Что касается языка, абсолютно такая же ситуация. В языке достаточно много мышц, которые сокращают его в разные стороны, делают узким, тонким, широким, большим. В общем, поднимают, опускают, всеми этими мышцами нужно научиться управлять. Вкратце, язычок, когда мы исполняем на трубе, язык, спинка языка нам нужно опустить вниз, кончик языка нам нужно немножко приподнять. Для чего? Для того, чтобы в лодке, когда воздух уходит, был максимальный объем, за счет этого мы добиваемся полноты звука и вот такого правильного излучания. При смене регистров вот эта спинка, в чем проблема происходит, почему не получается, закрывается. При смене регистров очень часто спинка языка подскакивает слишком высоко, горло отпускается, соответственно, контролировать не можешь и происходит забирание воздушного столба, который должен выходить. Соответственно, здесь нужно научиться плавно относительно регистров поднимать спинку языка к нему. То есть в первой октаве это положение в самом низу, в второй октаве он немножко поднимается, в третьей октаве он еще немножко поднимается, и в четвертой октаве он, наверное, находится совсем у него. Тут такой момент, и, соответственно, он никогда не должен сомкаться с немом, потому что если язык сомкнулся с немом, выдох уже не происходит. То есть вот здесь у меня тоже такое бывает, когда язык слишком залипает на его окту, происходит такая затычка, и вообще он играет, становится сложным. Ну вот, по основным, в принципе, тезисам я закончил.